Целебные свойства хрена были известны еще нашим бабушкам, которые лечили простуду и подагру этим растением. Натирали им больные суставы и смешивали настойки для сохранения идеальной фигуры. Регулярное употребление хрена помогает сохранить физическое здоровье, мужскую силу и женская либидо, ускоряет обмен веществ и помогает сделать волосы гуще, сильнее. А если вы посмотрите видео до конца, то узнаете, что будет происходить с вашим телом, если есть хрен в течение 7 дней. Но сначала не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления. Теперь вы не пропустите ни одно из наших новых видео, чтобы оставаться здоровым. Итак, поехали! Первое. При снижении потенции и гормональном сбое. С возрастом многие мужчины жалуются на ухудшение потенции. Попробуйте натереть корешок хрена на мелкой терке и есть по одной чайной ложке утром. Уже через 7 дней вы ощутите мужскую силу и вновь почувствуете себя настоящим самцом. А для женщин это растение также незаменимо. Одна моя знакомая рассказала, как употребление хрена помогло ей наладить менструальный цикл и восстановить либидо. Так что делайте выводы, друзья! Второе. Борьба с онкологическими заболеваниями. Лабораторные исследования выяснили, что регулярное употребление в пищу хрена может защитить организм от развития опухолей. Хрен содержит большое количество глюкозинолатов. Эти вещества помогают предупредить рак. В нем их больше в 10 раз, чем в брокколи и других крестоцветных овощах. Глюкозинолаты способствуют улучшению работы печени в части нейтрализации канцерогенов, а это напрямую связано с подавлением развития онкологии. Для положительного эффекта хватит всего одной чайной ложки тертого хрена в день. Корень хрена также имеет противомикробные свойства благодаря высокому содержанию фитонцидов. Третье. Изгнание вредоносных микробов и паразитов из организма. От глистов, лямблей и болезнетворных микробов хорошо помогает настойка из корня хрена. Для этого понадобятся 4 штучки корня хрена. Его нужно очистить, мелко нарезать и сложить в большую банку и залить 1 литром водки. Оставить в темном месте на 10-12 дней. Процедить и принимать натощак по 1 чайной ложке 10 дней. Затем 10 дней перерыв, и так 3 цикла. Четвертое. Лечение простудных заболеваний. Хрен поможет предотвратить простуду после сильного переохлаждения. Натрите на мелкой терке корень хрена. Распределите его на двух кусках хлопчатобумажной ткани и приложите как компресс к ступням ног. Наденьте теплые носки или просто зафиксируйте компрессы. И так держать, пока не ощутите жжение. Когда будете натирать хрен, вдыхайте выделяющиеся при этом вещества. Такая терапия действует моментально, а закрепить полученный результат можно, воспользовавшись следующим рецептом. 50 мл свежевыжатого сока хрена отжать из приготовленной кашицы. Лимонный сок из 3 лимонов. Соки смешать и принимать каждый час по 1 чайной ложке. 5. Похудение. Многие диетологи советуют употреблять хрен в пищу людям, страдающим от лишнего веса и ожирения. Дело в том, что это растение не только стимулирует обмен веществ, но и разгоняет кровь изнутри, согревая ее и заставляя быстрее бежать по венам. К повышенной циркуляции крови подключаются органы желудочно-кишечного тракта, печень и кишечник. Это те самые органы, которые помогают выгнать из организма лишний жир. В хрене содержится множество нерастворимых пищевых волокон. Они выводятся из организма естественным способом, захватывая с собой ненужные шлаки. 6. Хрен при подагре. Во Франции и Бельгии хрен признан официальным лекарственным растением для лечения подагры. Непосредственно из корня делают настои и отвары, а из свежих листьев – компрессы. Растение помогает снять боль, воспаление, а также помогает выведение мочевой кислоты из организма. Кроме того, он улучшает кровообращение и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. 7. Боль в суставах. В последнее время такие болезни, как артрит, радикулит и остеохондроз, значительно помолодели. Многие люди жалуются на боль в суставах. Такая проблема была и у моей подруги, пока она не попробовала натирать больные места хреном. Чтобы приготовить растирку, необходимо взять в одинаковых пропорциях сок, полученный из хрена, и водку, и все это смешать. Это средство снимает острую боль в суставах и мышцах. После процедуры необходимо держать больное место в тепле, укутав его шерстяным шарфом. Однако, также есть средства, которые рекомендуется принимать при возникновении подобных проблем и внутрь. Готовить смесь достаточно просто. Смешайте по 100 грамм хрена, корни сельдерея и чеснока, предварительно помыв и натерев на терке. Затем перемешайте всю смесь и добавьте сок одного среднего лимона. Хранить эту смесь необходимо в холодильнике. Употреблять по одной чайной ложке перед едой каждый день, один раз утром. Особенно она помогает при ревматизме и болях в спине. 8. Хрен и косметология. Отличным антивозрастным средством является маска, приготовленная из хрена и самых обычных овсяных хлопьев. Она подходит для всех типов кожи. Однако, если кожа очень жирная, то необходимо добавить яичный белок, в противном случае – желток. Хрен и хлопья следует смешать в равных пропорциях. Добавить желток или белок, нанести на лицо и дать подействовать не менее 15 минут. Затем смыть прохладной водой и нанести соответствующий крем. 9. Хрен для роста волос. Основная польза хрена для локонов – это активизация луковиц, что приводит к росту крепких и пышных волос. Самой популярной маской для активации луковиц и роста волос считается смесь хрена и желтка. Нужно взбить один желток. К нему добавить 2 столовые ложки сливок и столько же натертого на терке хрена. Тщательно все это перемешать. Затем сразу же нанести на корни на несколько минут и после чего смыть. Друзья, расскажите в комментариях, есть ли у вас опыт использования хрена? Добавляете ли вы его в пищу или, может быть, знаете другие болезни, которые он лечит? Хрен, как и многие другие растения, имеет противопоказания. Не рекомендуется к употреблению детям до 12 лет, беременным и кормящим женщинам, людям с язвенной болезнью желудка, 12-перстной кишки, страдающим панкреатитом, аллергикам, тем, у кого индивидуальная непереносимость, людям, страдающим кишечными расстройствами. К числу возможных побочных эффектов относится также повышение артериального давления, а при наружном применении раздражение или даже ожог. Опасно попадание сока в глаза. Будьте осторожны, когда готовите приправу или лекарство из корня. Впервые пробовать хрен стоит с осторожностью, начиная с самых малых объемов и внимательно наблюдая за реакцией организма. Также рекомендую посмотреть мое новое видео, в котором я расскажу, как всего один кусочек тыквы каждый день помогает избавиться от недугов и от каких именно. Ссылку на ролик вы найдете в описании. Если ролик был полезен для вас, то делитесь им с друзьями, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч на новых видео! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова